Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! Давно мы с вами не виделись, аж с прошлого года. Точнее, как я снимала фаворитов года. Если вы пропустили это видео, то оставлю вам ссылочку в инфобоксе. Там много всего полезного и интересного. Ну, а это будет первый влог в 2021 году. Как там ваши праздники? Как отметили Новый год? Не устали ли вы еще от празднования? У нас сегодня, между прочим, последний, завершающий наш рождественский марафон, семейный праздник. Так получилось, что сначала у нас проходит свечебник, потом Рождество, потом День рождения мужа, потом Новый год. И сегодня мы праздновали День рождения свекрови. Мы устроили для нее сюрприз, все приготовили. Мы с Томиком вместе вчера мариновали ребрышки. Сегодня там он помогал мне чистить картофель, я кое-что доделывала, салаты. И заказали торт. Так что посидели, все так мирно, спокойно. И для кого-то это может показаться странным, что мы готовим чей-то День рождения и просто приглашаем именинника. Вы знаете, когда это в удовольствие, то мне кажется, что ничего плохого в этом нет. И тем более, когда дети что-то организовывают для родителей, это наоборот прекрасно. Вот. Так что мы сегодня посидели, пообедали. И завтра уже рабочий день. У свекрови вообще-то завтра День рождения, но так как 6 января в Польше тоже выходной, то мы решили собраться, чтобы потом уже не торопиться, как-то, знаете, не планировать. И также у нас закрыты все рестораны, поэтому особо никуда не пойдешь. И другого выхода, как посидеть дома. А у нас самая большая территория, где и мы можем пообщаться. И тоже у меня есть духовка. Я могу что-то испечь. Свекровь решила себе не ставить. И дети тоже могут играться там чем-то. Все заняты. И как-то больше пространства. И мы даже предпочитаем организовывать все семейные праздники именно у нас. Что касается нашего Нового года, то я предпочитаю о нем не вспоминать. Жизнь очень интересная штука. Ты можешь себе планировать все, что угодно. Но потом вот так раз, и все переворачивается с ног на голову. И, собственно говоря, тебе особо даже праздник не нужен. Так что Рождество у нас удалось, а Новый год так себе. Мало того, в начале года с Микой начало происходить что-то неладное, не вдаваясь в подробности. Мы тоже за нее сильно переживали. И мы планировали ехать в отпуск, но решили отложить это все до лучших времен. И тем более у меня сердце разорвалось бы, если бы я оставила собаку в таком состоянии. Поэтому мы быстро, как только все открылось, как только мы нашли ветеринара, отправились в клинику, сделали УЗИ, поздавали анализы. Это то еще, знаете, приключение. Я никогда с таким не сталкивалась. Это вообще мой первый домашний питомец. Реально переживаешь как за полноценного, равноправного члена семьи. И, слава богу, ничего серьезного, но два раза в день нужно давать таблетки и следить за общим состоянием собаки. Мало того, потом нужно еще прийти на консультацию и убедиться, что все прошло, все нормально. Но я вижу, что спустя два дня ей однозначно стало легче. У нее даже появилось настроение, она играется так, как всегда, ведет себя нормально. Мика и тапки. Она спит, поактивничала. Я ее часто снимаю, когда она спит, но она не все время проводит в таком состоянии. Просто у нее есть часы, когда у ребенка, знаете, дневной сон. Или вечером в полдесятого она прям идет на свое место. И до свидания, может быть, конец света, на Новый год, на все там фейерверки. Она вообще никак не отреагировала. Хотела сказать вам, что купила я новые тапочки, одни и вторые. И она к ним, тьфу-тьфу-тьфу, равнодушна. Не трогает их. И старые тоже где-то валяются. Думала, может отдать ей. Хотя некоторые кинологи говорят, что этого ни в коем случае нельзя делать. А в школе, которую мы с ней посещали, сказали, что окей. Но в любом случае она не берет ни одну пару. Так что она только вот старые мне потрепала, заставила купить новые. Помните, мы с Настей и с детьми делали веночки. А этот Игнат принес из детского сада. У них реально там столько всего в программе. И также есть рождественские разнообразные поделки. Это одна из них. Очень красивая композиция у него получилась. И у нас сейчас практически в каждом помещении есть рождественский венок. Поэтому мы принесли его в ванную комнату. Вот еще Рождество в ванную не добиралось. А в этом году так. Как раз у нас здесь синий ковер. Между прочим, некоторые не в курсе. Их смущают мои потертые ковры. Как будто они достались нам по наследству от кого-то. Им уже сто лет. Но они специально такими и продаются. Мода такая. Помните, я вам показывала ручки, которые я купила в Тикай Максе. Потому что здесь у нас она отломалась. И ее нельзя было починить. Так вот, Том их прикрутил. Уже давно, правда. Но прикольно смотрится. И комод как новый. Он у нас из Икеи. А ручки, ручки сине-кремовые. А издалека кажутся типа как кремово-черные. Универсальные. Я решила, что в этом году я не стану снимать фаворитов из уходовой косметики. Почему? Потому что, наверное, это уже не актуально. И это не особо интересно. И я почему-то предполагаю, что будет мало просмотров. И для меня это не цифры, за которыми я гонюсь. А для меня это показатель того, что вам это надо, что вам это интересно. И если просмотров нет, то значит вы и так в курсе всего. И это надо только мне. Мне бы хотелось сделать такое видео, чтобы собрать все вместе. Но были и пустые баночки, которые я также назвала лучший уход за прошлый год. Были и фавориты корейской косметики. Также свой зимний уход я показывала частично, что я покупала. Так что, скорее всего, не надо, да. Проехали эту тему и будем заниматься чем-то другим. Вместо этого я решила сегодня показать несколько своих главных приобретений именно из чего-то бытового, что облегчает мою жизнь, что делает все проще, что дарит мне удовольствие. Ну, потому что это не необходимая прям покупка была. Но кофемашина – это, конечно, то, чего мне явно не хватало. Я кофемат, я не представляю себе свое утро без кофе. Поэтому покупка кофемашины – это прям кайф. И сейчас, когда приходят гости, я не бегаю с этой, не туркой у меня, другая совсем была кофеварка, как она правильно называется. Заливаешь отдельно воду и отдельно кофе. Забыла, вылетела из головы. Ну, в общем, вы поняли, о чем идет речь. Просто нажимаешь кнопочку, и в течение нескольких минут все гости сидят уже с кофе. Так что это очень быстро, это классно, это вкусно. И капучино с пенкой – это, конечно, бомба. Помимо этого, у нас еще есть несколько новых пылесосов. И спустя несколько месяцев я могу вам сказать вот что. Что это невзаимозаменимые вещи. Речь идет о Дайсоне и о роботе-пылесосе. И если вы рассчитываете на то, что вы купите робот-пылесос с функцией помывки пола с влажной уборкой, и что вы не будете убираться, то это не совсем так. Это скорее для поддержания чистоты. Я вам еще раз покажу, какие у меня модели. И в чем суть? Робот-пылесос не доберется все уголки. Он заезжает на ковер, то есть он, в принципе, большую часть пропылесосит. И даже если я уберусь с Дайсоном и потом включу робот-пылесос, он все равно что-то соберет. И у нас еще и дома есть пушистик, наша Мика, поэтому у нас всегда есть что убирать. И, например, когда мы идем куда-то на прогулку, я включаю робот-пылесос, или вечером, когда уже идем спать, включаю робот-пылесос, он здесь себе убирается. Для поддержания чистоты хорошо. И также хочу вам сказать, что если, например, вы что-то рассыпите, то я сомневаюсь, что вы будете перекладывать, как-то переставлять робот-пылесос, чтобы он пропылесосил там рассыпанную муку, или еще что-то. То есть берешь или ручной пылесос, или венчиком все сметаешь. Так что это не те же вещи, это не такие же пылесосы, и у них немножечко другие функции. И, конечно же, Дайсон будет мощнее. И давайте покажу вам еще раз 4, 4, да, моих главных бытовых покупки за прошлый год, которые остаются со мной не только в этом году, но и я надеюсь, что надолго. И они прям классные. Однозначно одна из лучших покупок и, к сожалению, одна из самых дорогостоящих вообще, наверное, за всю мою жизнь. Не считая машины. Это Тормомикс. У меня самая последняя модель, шестая. И после того, как я дала своей подружке попользоваться Насте, она говорит, что да, можно без нее обойтись. Но я знаю, что она также ее приобрела. Еще одна моя подруга, которая все сомневалась, стоит или нет, после того, как я рассказала о всех плюсах. Не то, чтобы минусах, но минус это цена однозначно. Потому что я сама лет 10 думала, надо, не надо, и теперь не жалею. И вот моя подруга тоже его купила, вторая полька. Я не являюсь представителем этого бренда, я ничего общего с компанией, как она там, Форверк, не имею. Это у меня Тормомикс. Вы видите, что я реально много в нем готовлю, и это только то, что я показываю. В повседневной жизни он работает минимум, минимум два раза в день. В общем, что это такое? Это робот и мультиварка, чего он только не делает. Я как-то снимала такой небольшой обзор на этот агрегат. В общем, измельчает он, и мешает тесто, и взбивает, и тоже можно что-то варить на пару. Вот есть пароварка отдельная с крышкой, можно одновременно несколько блюд делать, и соус, там какой-то суп, котлеты. И вот здесь, видите, несколько уровней. То есть, можно выложить, например, овощи, внизу котлетки, и еще при этом, при всем, сделать, например, кашу, отварить, и внизу соус или суп будет. В общем, вариантов есть масса. Также здесь есть огромное количество всевозможных этих рецептов. И вы можете готовить и свое что-то, что я, собственно говоря, часто и делаю, потому что я приловчилась. И здесь удобная чаша, которая быстро моется. Очень мощный блендер и кофемолка. Все в одном. То есть, можно как сделать салат какой-то, так и, например, измельчить рис до состояния муки. Можно яйца готовить. Ну, в общем, здесь реально функций в нем очень много. И я пользуюсь далеко не всеми. Если вы любите заморачиваться, то также можно, например, сделать йогурт, что-то подогреть, просто скипятить воду. В общем, чего он только не вытворяет. Так что, да, это, пожалуй, самая важная покупка за прошлый год. Самая необходимая. И та, которая меня не разочаровала. Если в ваших странах есть что-то побюджетнее, какие-то мультиварки, какие-то роботы, которые могут вам помочь побыстрее все выполнить или одновременно что-то сделать, сразу несколько блюд, то обратите внимание только в том случае, если вы действительно готовите и вы будете этим пользоваться. Потому что сам он не приготовит. То есть, нужно все почистить. Иногда морковь, например, разделить на несколько частей. И потом он только измельчит до нужной консистенции. То есть, целую морковку, там, не почищенную, мы сюда не бросаем. Требуется какая-то подготовка предварительная перед приготовлением блюд. Но в целом, я, конечно, в восторге. И если бы я знала, что я буду так довольна, я бы его купила еще 10 лет тому назад. Самый популярный вопрос в этом году, что касается техники. Оля, какая у тебя кофемашина? У меня до лунги. Выглядит она вот так. Вы ее сразу узнаете. Их у до лунги много. И сейчас, например, в Польше многие модели до лунги и вообще других производителей по более выгодной цене. То есть, на них классные скидки. Проверьте, возможно, в ваших странах также. Чем хороша эта модель кофемашины? Во-первых, она делает все виды кофе. Давайте ее включим. Она подогреется. Она еще вот так сама полощет трубочки, засыпает, когда вы долго ее не пользуетесь. И, например, выключается вечером и утром в определенное время включается. То есть, я прихожу, достаю молоко из холодильника, нажимаю кнопочку и готов мой утренний кофе. Здесь вы можете делать все виды кофе, начиная с черного, то есть, эспрессо, побольше, поменьше, там, американо, все вот эти дела. Также латте слоями и капучино с пенкой. Вы можете еще и выставлять высоту пенки, то есть, низкая и совсем высокая. Помимо этого, вы можете выбирать, насколько крепкий кофе вы хотите. Очень слабый, очень интенсивный, такой супер бодрящий, нормальный, там, легкий и так далее. Также вы можете засыпать сюда зерна. Вот, ничего не видно, алло, но они там есть, темно. Или же использовать уже перемолотый кофе по вашему желанию. И то, на что вы обращали мое внимание, это контейнер для молока. Если вы пьете капучино, если вы просто подогреваете молоко из пенкой, любите пить или детям, так как я делаете что-то такое или какао. В общем, есть встроенный контейнер для молока, и тогда приходится мыть кофемашину, если вы в течение дня не использовали молоко, оно там прокисает. И я когда-то работала в фирме, помощником директора, и я иногда делала кофе. У нас стояла кофемашина за несколько тысяч долларов, и она постоянно ломалась именно из-за молока. Здесь же все супер просто, не выпили молоко в течение дня, отсоединяем, ставим в холодильник, и машину мыть не нужно, и молоко не прокисшее. То, что меня подбешивает в этой кофемашине, вот как можно было это сделать, я не понимаю. Лучше бы они добавили немного к стоимости, но не было такой ситуации. Сейчас, возможно, это как-то не бросается в глаза, но как бы машине нет еще года, а здесь уже все потертое, поцарапанное. То есть он полностью весь поцарапанный. Сколько бы я его не мыла, это механическое повреждение, я уже сначала пыталась ставить какую-то там подставочку под чашки, но как бы забываешь, и не все заморачиваются так, как я. Так что есть такой минус, это не какая-то супердорогая кофемашина, но говоря о плюсах и минусах, вот мне кажется, я все более-менее осветила. Мика, я не буду включать, я тебе обещаю. Мика ужасно боится Дайсона, при том, что он не очень громкий. Но Микусь, я не буду включать, иди сюда. Лапа, пожалуйста. Она его на дух не переносит. Еще раз повторюсь, друзья мои, что это не реклама. Дайсон купил муж. Причем это не совсем запланированная покупка. У нас есть встроенные пылесосы, это полная вообще ерунда, особенно если говорить о мощности. У нас 11-я модель. Есть еще и поновее, я не знаю, мощнее ли они, но этого вполне достаточно. Есть также и модели попроще, можете почитать о них. Но у нас была какая-то хорошая акция, муж купил, и мы в восторге. В этом пылесосе прекрасно все. Он беспроводной, он легкий, он не очень шумный, все поворачивается, им очень удобно управлять. Я приловчилась буквально за один день, и сколько бы я им не убиралась, он всегда что-то высасывает. Его просто содержать в чистоте. Сюда в контейнер собирается пыль, волосы, все, что есть в вашем доме, и потом моется при желании и просушивается. Также в этой модели есть разные насадки. Маленькая, можно пылесосить в машине. Просто обязательно его перед этим заряжаем. И вот действительно уборка с ним в удовольствие. Тем более, что он очень здорово очищает поверхность. Есть еще и отдельная щетка для ковра. Возможно, у вас дома ковролин. Что касается пылесоса, я однозначно рекомендую. А стайлера будем посмотреть. Я пока что не могу сказать, что это надо всем, и на это нужно собирать деньги. А вот на пылесос, может, Xiaomi или другие какие-то бренды, но беспроводной пылесос – это вещь. Если сравнить это по мощности, найдете что-то похожее, то однозначно просто must have. И в самом конце робот-пылесос. Это скорее покупка для спокойствия моего мужа, потому что он, конечно, может перестать мечтать об идеальной чистоте, так как у нас собака и маленькие дети. Я с этим смирилась, но я думаю, что Томак никогда не привыкнет к тому, что есть что убирать в доме. Тем более, дом у нас не маленький, хотя может казаться, что пространства не так много. И Dyson мы используем по всему дому, а эта штука у нас ездит в зале, где в основном происходит вся активная жизнь. Мы все здесь тусуемся. Больше всего у меня робот-пылесос из Алиэкспресс. Я его заказывала там. Это Roborock и, насколько я знаю, производитель Xiaomi. Кстати, очень толковый производитель. Я, в принципе, довольна. Но не всегда пользуемся функцией влажной уборки. Для того, чтобы его включить, мы просто нажимаем кнопку. Я вам показывала. Он сам программирует себе путь, выстраивает его, каждую поверхность очищает по два раза. И когда заканчивают уборку, он сам возвращается на базу и заряжается. Сюда заливается вода. Для того, чтобы его очистить, мы приподнимаем крышку. Раз. Достаем контейнер, вычищаем. И он дальше способен работать долгое-долгое время. Я сейчас его поверну и покажу вам что-то. Сори за грязную тряпочку. Она не отстирывается. Но я хочу, чтобы вы тоже имели наглядное представление того, как это все выглядит. Она, кстати, снимается, и отдельно можно постирать. Когда робот-пылесос моет пол, он использует только вот эту поверхность. То есть моя небольшая рука, как две женские ладошки среднего размера и по ширине приблизительно так же. И когда вы моете пол, вы же несколько раз стираете тряпку, а тут получается одной вот этой вот тряпочкой он проезжает всю комнату. То есть если в комнате грязно, то он только это все размажет. Еще раз повторюсь, для поддержания чистоты окей, но супер грязный пол, вот такой одной тряпочкой, скорее всего, он не помоет. Поэтому если вы задумываетесь о роботе-пылесосе и вас смутило то, что я сейчас показала, то лучше взять подешевле, без функции влажной уборки. Если вас все устраивает и вы, в принципе, и так постоянно моете полы, это так, чтобы еще раз все протереть, то тогда вот такой. А сейчас мы с вами отправляемся в Краков. К нам приехала выставка. Там такие подсвеченные фигуры под открытым небом. Еще есть лазерное шоу. Очень красиво, красочно, так сказочно. И детям очень понравилось. Я снимала это чуточку раньше, еще перед Новым Годом. Но все равно это актуально, оно до сих пор есть. И если вы проживаете в Кракове, то скажу еще пару слов. В общем, выставка работает с 4 часов дня. И мы приехали в полпятого. Вы себе не представляете, какая очередь там стояла. Из родителей и детей. Все вот так плотненько, просто лицо к лицу. И мы подумали, что это не имеет смысла. Развернулись и уехали. И билет был действительно всего один день. У нас был семейный билет. И мы вернулись туда в 8 часов вечера. И что вы думаете? Не было никого. И вот эта выставка, она работает до 9 часов вечера. Поэтому мы спокойно насладились в течение 40 минут всеми прелестями. Все рассмотрели. Там даже пофотографировались. Дети побегали. В общем, развлекались по полной программе. Если у вас есть детки, то сейчас заведите их к экрану. Субтитры создавал DimaTorzok Ждем еще световое шоу. Последнее, кстати, перед закрытием. Просто повезло. Субтитры создавал DimaTorzok Краковские колбаски, которые продаются под мостом. Это туристический пункт, между прочим. И они сейчас всем спасателям, всем работникам служб дают колбаски бесплатно. Собирают на специальную фундацию. Выглядит это, конечно, не лухарно. Но здесь особая атмосфера. И это мега вкусно. Прям вкуснее колбасы я не пробовала. Для наших вкусных, ароматных и пышных ватрушечек нам понадобятся самые такие доступные ингредиенты. Молоко, мука, сметана, яйца, дрожжи. Кстати, так удобно. Я купила две маленькие упаковки. Вот одну заморожу. А 40 грамм как раз для ватрушек. Сахар, ванилька, творог и мягкое масло. Как обычно, я буду готовить здесь. Но рассказываю, как делать без этого прибора. Без термомикса. Берем 220 миллилитров молока. Это такой стандартный стакан. Чуть меньше получается. 40 грамм дрожжей. Их нужно покрошить. 100 грамм сахара. Ставим на маленький огонь. На 2,5 минуты. Подогреваем и мешаем. Только прям не кипятите. Нужна температура, вот он мне показывает 37 градусов. То есть совсем малюсенький огонь. Теперь в нашу опару добавляем полкилограмма муки. Кусочками выкладываем мягкое масло. Добавляем одно яйцо. Пол чайной ложечки соли. И хорошо вымешиваем тесто. Если ваше тесто вот так сильно клеится, как мое, добавляем еще 2 столовых ложки муки. И еще раз смешаем. Я просто поставила тесто на плите. Конечно, я его не подогреваю, но оно должно находиться в теплом месте. И оставляем минимум на 30 минут. Мы должны дождаться, когда оно подрастет. А мы с вами тем временем займемся начинкой. Берем миксер. Я сюда вставлю вот такую штуку, которая взбивает. Одно яйцо. 60 грамм сахара. В рецепте вообще-то 80, но я обычно кладу меньше. Такой странный пакетик. Один пакетик ванильного сахара. И взбиваем. Сюда же выкладываем творог, но не одним куском. Немножко раскрошите, чтобы не убить миксер. Так как творожок у меня не жирный и не влажный, скорее больше сухой, я еще добавлю сметану. Сметана, кстати, у меня не очень жирная. Добавляем 12%. И я добавлю 100 грамм. Еще раз взбиваем миксером. Нам нужна, ну не то чтобы прям совсем однородная консистенция, но близко к этому. Кстати, ватрушки я буду делать чуть-чуть иначе, чем вы привыкли видеть. Для начала берем, ну где-то одну треть теста. Хотя смотрите сами. Нам нужно раскатать тесто в квадрат. Квадрат, конечно, условно больше. Ну, вы поняли, да? Выкладываем творожную массу. Такая вкусная, кстати. И размазываем. Теперь заворачиваем тесто. И со второй стороны. Чуть-чуть прижимаем. Берем нож и разрезаем. Каждую ватрушечку заворачиваем. То же самое проделываем со второй частью теста. Даем нашим ватрушкам подумать о смысле жизни. А пока поделюсь с вами, в чем фишка таких булочек с творогом. Я не знаю, как ваши дети, а мои выедают серединку, а края оставляют. А здесь получается, что по всей булочке у нас есть начинка. Я пока что разболтаю яйцо, и прежде чем ставим их в разогретую духовку, мы еще смажем их яйцом и выпекаем при температуре 200 градусов без термообдува на протяжении 20 минут. Нет, ну вы только посмотрите на этих красавцев. Я вам обещаю, потом худеть к лету мы тоже будем вместе. Вот и готовы булочки. Сейчас разломаю, покажу, какие они внутри. Очень мягкие, такие сочные. И вы знаете, их лучше печь при температуре 170 градусов, потому что когда выставляешь 200, сверху они чуть-чуть подрумянились. Так что я вторую партию пеку уже с температурой ниже. Гляньте, какие они внутри. Влажненькие, не сухие. И это гораздо вкуснее, чем покупная выпечка. Я постараюсь себя ограничить, но это не точно. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. И увидимся с вами уже совсем скоро. Пока-пока.